Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, и это, наконец-таки, мое новое видео. Однажды зимой мы решили с моими друзьяшечками, что мы будем сидеть-то на этих выходных, и решили поехать в другой город. И до этого момента я никуда не ездила за границей своего города, любимые набережные Челны, ну, помимо Казани. Мы решили отправиться в Нижний Камск. Ну, а что из этого получилось? Давайте посмотрим! Ты чё? Чё, пац? Женщина, здравствуйте. Я пропустила пять автобусов, трабаев, из Аташи. Попустила пять автобусов, трабаев? Вы в курсе, что опоздать как бы плохо? Нет, мы опоздали ненавножко. Насколько вы опоздали? Мы не знаем время. Айдайте кассу. Айдайте кассу, пошлите. Сегодня 20 февраля 2018 года, и парочка приборков едет в Нижний Камск. Я хочу назвать нашу поездку по катушке на опушке. По катушке на опушке, поехали! Смотри, вот наши дыра. Это все поезда, которые проходят через наш город. Дорого-богато. Знаешь, как вы там в Маке, в Маке такие типы. Пока! Двери закрыли. Двери закрыли. Все, не успеет, не успеет. Ижевская Нижний Камск. А куда вы едете? Мы едем куда-то. Нижний Камск. Нижний Камск. Покрасно пути. Опасно. 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 Еще хуже, чем все. Ну, можете себе позволить на уикенд уехать в Нижний Камск. На пару часиков. На пару часиков, да. Погулять на морозе вообще прекрасно. Ну, что, как? Только еще никакой тысячелов вообще не выезжало. Я просто приехала на Сидоровку и все, и заплатила за это 100 рублей. 95. Да, у меня еще студенческая, еще шикарная. Черкасов, ты куда нас завел? Начнем с этого. В смысле я завел? Это Юля завела. Юля? Не надо мне тут ля-ля-ля-ля-ля. Че приехали? Давай, план действий какой? Дуранчоусы. Забродили. Забродили, сбрили. Ой, а мы что, в Лондоне? Да, в Лондон приехали. В общем, мы сели на трамвай. Мы сейчас едем... Красный ключ. Сейчас мы едем в Красный ключ. Я спрашиваю кондуктора, где это находится? Я говорю, это доконечное. Это депо? Нет, это конечное. Я говорю, ну в депо. Нет, это конечное. В итоге мы уже едем минут 20, наверное, скажем, 15. Такое ощущение, как будто в этом городе... В общем, два трамвая на весь город. Не шуми. Дура, не шуми. Два трамвая на весь город, и тут нету развилок, и тут нету посемок. Так что мы просто едем по окрестности города на одном трамвай. И тут проезд 20 рублей. У нас в городе 22. Мне уже это нравится. Вот мы сюда приехали. Саша, ты на ладошке! Я думаю, я вот в этом городе не смогла бы жить. Он какой-то маленький, только провинциальненький. То есть, когда я буду бабушкой... Не забит. Я смогу, да, тут так погулять. В церковь помолиться, в мечеть сходить потом. Но не сейчас. Сейчас нет. Сейчас мне надо развиваться. Тусить, я тусер, мама. Что ты там здесь живешь, девочка? Город маленький. И как твоя стипендия? Труба течет ржавая. Внимание, дамы и господа. Вы попали на зону. Вы мне скажите, архитектор, который разрабатывал макет этой навежной, именно вот этот вот дизайн. Это похоже на ключ? Это похоже на булавку? Вот эти ребята, скажу вам так, побежали на горку. Чего? Чего? Какая горка? Даша, снимай это. Давай! Паркур! Новое движение! Пусть самооружение! Молодежное течение! Да ты пролезешь, ну естественно ты пролезешь. О, богатенький! Так, знаете что, Даша? Наконение! О, я вот так порезу. Ой, это что за мамина радость! Ой, сел-то, но не в тюрьму. Я сейчас вас научу, как надо правильно забираться на ледовый красивый штука. Пойдем. Сейчас будет весело. А ты что думала? Ахахахахахаха. Сюда же пытаются залезть, а мы тут почти, почти, вы уцели. За что хватилось там, за лед? Новая рубрика «Сталам по домам», и сегодня мы идем домой к Саше. Это наша, как известно, счастливая семейная пара. Сюда мы подходим к дому, мы видим хорошее отрываемое дерево. А что тут такое, кстати? Смотрите, смотрите, снимайте. Погоди, стой, стой. Здесь кто-нибудь есть? Если есть, дайте знак. Так, значит, сутка есть. Я сейчас табаку выберу. Налоги, надо платить налоги. Детка, плати налоги. И чтобы жить хорошо. Вот кто не платит налоги? Вот так и живут. Мы ради этого ехали сюда? Вот ради этой лужи? Мне прикольно так-то. Почему прикольно? Течет ручей, бежит ручей. И я не чай, и ты не чай. Тебе понравилась набережная? Ой, мне очень понравилась. Советую всем. Ревизоры рекомендуют вот эту набережную со Святым Ключом. По адресу Нижнеков, не знаю где. Красный Ключ? Да просто раскольник. Вот так вот. Мы сейчас находимся в великолепном городе под названием Нижнекамск. Наши делегации из программы Орел и Решка приехали сюда. С вами дорогая Анжела Анфиса. И я, и Хлам Арахса. Агульнас. Агульнас она тетенька, которую мы позвали взять интервью. Скажите, как вам город ваш? Я здесь не живу. Спокая. Здесь даже жители не живут, а существуют. Мы успели чуть-чуть посетить парк Семья. Мы заметили, что тут остановки трамвайные очень далеко друг от друга находятся. Это совершенно верно. И что в принципе и все. Парк очень маленький, карта масштабная. На этом пока все. Увидимся скоро. Мы пошли в Бургер Кинг в Грецию и заряжать телепанк. Мы только что ходили обедать в Бургер Кинг. И я могу сказать, что он невкусный. Абсолютно. У нас в Челнах лучше. Вот. А еще? Что еще? Ревизоры не рекомендуют это заведение по адресу хрен знает где, где-то в Нижниканске. Абсолютно. Тут, между прочим, вот эти проспекты очень узкие. И они, между прочим, у Челнах стоит название улиц. Типа проспект Мира, проспект Вахитова, что-то там еще. А, да, да, улица Вахитова. Ужас. Ну, тут чистый город, да. Относительно, да, чистый. А я и любовь. А я. Как тебе город? Неваша, знаешь, что ты... У нее такой триггер, у нее такой триггер. Да? Да, мне. Приплавите, у нее ничего. Вернетесь еще раз сюда? Он не вернется, я вернется. Ты вернешься? Я всегда вернусь, чтобы она не была смешной. У меня род скидин за счет, у меня в городе. А, поэтому ты сюда приедешь, да? Да, поэтому. У нас такая, бремя, быстрее домой. Вагончик тронется пером, останется. И первое впечатление об этом городе у меня сложилось в том, что это чистый город. Но действительно, пока мы там ходили целый день, я не увидела ни один мусор. То есть он реально чистый. Я не знаю, там мусорок тоже нет. Куда девается мусор? Это загадка. А еще у них нет торговых центров. Но, как я поняла, что у них все помещения, которые называются торговыми центрами, по размеру, как у нас ларек около дома. И пока мы гуляли по этому городу, я встретила очень много кошек. Чистый город. Много кошек. Ляпота. Ну и подводя итоги по городу Нижний Камск, могу сказать, что это спокойный, тихий, благоприятный город. Но единственное, что если я немножко подрасту, и я уже устану от этой суеты, от этого сити, вот этого, вы понимаете, да, такая городская чекуля, то я, наверное, бы там, конечно, жила. А так, в принципе, там все тихо, гладко, мало места, мусора нет, торговых центров нет, кошек много. Шикарно, понимаете, для взрослого человека самото. Еще произошел такой прикол, там есть парк, который называется Семья, если я не ошибаюсь. Так вот, мы заходим посередине парка, есть такая карта, ну, путеводительная, ну, вы понимаете же, где все написано, как есть, как бы, куда можно сходить. Там есть белочки, тут типа кафе, тут выйти, тут такая-то зона, такая-то зона. Думаю, блин, парк-то, наверное, большой. Мы такие, типа, вы здесь, а это середина парка, мы прошли пять шагов. Я такая, ну, то есть, парк абсолютно небольшой. И если сравнивать с набережными челнами, где я живу, прикол такой, что названия улиц, проспектов одинаковые. Кто у кого ворует? Это из разряда, дай списать домашку, пожалуйста, только не списывай, точь-точь, хорошо. То есть, у нас называется проспект Симбике, допустим, у них это улица Симбике, если я не ошибаюсь. Ну, а на этом все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. И напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого вы города или какой город стоит посетить. Ну, а если вам понравились эти покатушки на пушке, ставьте лайк. Ну, а с вами была Дарья. Скоро увидимся. Пока! Так, я не поняла, что это такие? да